Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Доброе утро. Сегодня у нас в гостях лидер Союза Зелёных и Крестьян Арманд Крауза. Здравствуйте. Доброе утро. И, наверное, сразу начнём с такой достаточно актуальной темы. Административно-территориальная реформа, она шагает, можно сказать, по стране. И около недели назад представитель вашей партии, депутат Сейма Виктор Валайнис, сказал следующее. Сейчас я процитирую, что будет много протестов и тракторы на улицах. Я считаю, что таким действием надо способствовать, чтобы принудить правительство прислушаться к самоуправлениям. Это позиция отдельно господина Валайниса или, в принципе, так себя ощущает всё, весь союз? Конечно, мы будем присоединяться к жителям, когда они будут организовывать. И такие сигналы есть, потому что жители, ну, есть регионы Латвии, которые очень недовольны. Есть, конечно, самоуправление, где жители говорят, всё в порядке, потому что там ничего не меняется. Но если мы смотрим в сторону Валмира, где они очень-очень недовольны, например, Лепайская, там, Икчиле. А чем, чем вот конкретно люди недовольны? С этим предложением, которое реформит, да. И те жители, да, они уже говорили, христиане говорили, предприниматели говорили, что они поедут в Ригу на протесты. И, конечно, мы как, я как председатель союза, то есть, латвизимных Советов, да, и наши коллеги, зелёные партии, в целом ЗСС, да, мы будем участвовать там. И мы поддерживаем это, потому что мы считаем, это реформа, которое, предложение реформы неправильное. И, например, наш Крестьянский Союз, я могу сказать, наша позиция такова, что реформа, в принципе, нужна. Но реформа, которая, второй, который предложил господин Пуца и правительство сейчас двигает, такая реформа не хорошая для жителей. А в чём её? И мы считаем, самое главное, что должна быть, ну, все реформы должны на благо жителей. И здесь мы говорим о реформе самоуправления. И тогда, вот, что там самое главное, что получается? Жители, мнение жителей в многих местах, в принципе, министерства и те, которые двигают, не интересует. Например, посмотрим на Икшчилла, который довольно большое самоуправление, и жители не хочут присоединяться в окры. Они говорят, мы можем, и по всем параметрам тоже, они могут постоять, у них экономические, и если смотреть, всё развивается. Есть и другие предмеры, которые, например, Валмерская, это сторона, где там Руина, все остальные. Сейчас, кого мы будем присоединять, Валки, и кто останется, Валмер. Там делают карту, кто-то сидит в министерстве, нарисовал карту, а жители-то вообще Валмеру, а все едут, а не Валку. Ну, а зачем рисовать карту, где их присоединяет Валки, где даже транспорт нет общественный, где все сервисы, которые государстве связаны, они Валмеры. Ну, там такие нелогичные, например, Лепайская сторона тоже. Мы смотрим бывший Лепайский район и Лепая. Ну, не район хочет вместе с Лепая, не Лепая хочет вместе. И жители тоже говорят, если у нас присоединят районы, а как мы вообще можем своих депутатов поддерживать, и за них, ну, за них-то мы будем голосовать, но как они попадут в Думу новую? Потому что город, там большинство, ну, я сейчас цифры точно не назову, например, в городе там получается 45 тысяч, может, 50 тысяч, которые будут голосовать, в районе остается там 20, да. Ну, и, конечно, те, которые, я, кстати, на Долгопилской районе цифры знаю намного точнее, избиратели в городе Долгопилс около 55 тысяч, если присоединить это и делать старый район, там получается где-то 18, да. Ну, никогда жители, которые с маленьких самоуправлений не смогут выдвинуть свои кандидаты, они вообще-то исчезнут, и, значит, в принципе, город будет определяться, что там происходит. В районах. В районах, да. И, конечно, жители в районах хочут сами выдвинуть свои кандидаты, хочут за них голосовать, и это, ну, исходит из, в принципе, ну, самой идеи самоуправления, это самоуправление, это не правительство, да, это самоуправление, это само слово, это говорит, что мы жители, сами управляем своим, и мы сами выбираем. И, ну, я считаю, в этом плане, если мы делаем такие грандиозные районы обратно, да, ну, это, что никто не будет называть районами, ну, в принципе-то, оттуда, ну, это неправильно, потому что мы не берем, ну, как сказать, мнение жителей и еще, тем более делаем нелогичные шаги, которые очень дорого будет стоить. Как бы вы делали? Если бы вы были на месте министра Пуца, то бы вы проводили... Да, я не спешил, я серьезно, я думаю, что такой успех на 21-е годы спеть, это неправильно, я бы медленно эту реформу двинул, я бы консультировался самоуправлением и, самое главное, жителям самоуправления, и тогда можно и медленно, ну, сказать, выучить и положить, ну, ситуацию, которую хочут жители, которые экономически правильно, и двинуть такой период, потому что у нас же в истории, если мы обращаемся обратно, тогда, в принципе, я персонально считаю, что прошлая реформа тоже была ошибка, потому что те районы, которые, ну, постояли очень многие годы, они были все-таки логичные, такие был центр, был кругом довольно, ну, нормальное расстояние до центра, да, а эта карта, которая сейчас у нас, она тоже ужасная, потому я говорю, что, в принципе, мы не против реформы, но это было, в то время, а вот эспарты я двинула эту всю идею, и, ну, это не было правильное. А такой просто обывательский вопрос, если предыдущая карта была хорошей, как говорите, в чем сложность просто вернуться к тому, что было, или это уже невозможно на данный момент? В некоторых местах, наверное, надо посмотреть по-другому, но, в принципе, если мы сейчас смотрим на эту старую карту, мы говорим районную карту, да, то в очень многих местах же это предлагается. Посмотрим, вот, я говорю, Лепай, в принципе, это старый Лепайский район. Ну, значит, все-таки не так все плохо в новой реформе, если она берет то, что хорошо раньше работало, и пытается это использовать сейчас? Ну, да, некоторые, нет, там есть одна вещь, в то время было Пагасты, как они... Ну, Волости, Волости. Да, 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 Волости. И там тоже выбирались депутаты, то есть были две уровни. Конечно, я не думаю, что нам надо возвращаться обратно к этому Волостям, но нам надо механизм, как сами избиратели, как я говорил, все-таки, может решать своим местным. Но я знаю, что есть европские государства, где тоже очень маленькие самоуправления. Когда в Италию едем, там экскурсии, там один такой длинный поселок, может 10 километров, и за каждые 2 километра там плитка, что отдельный этот, ну, село, село, село. И в каждом село есть какое-то самоуправление. Но оказывается, они просто, они там заработок не получают депутаты, они просто собираются, жители выбирают своего лидера, и они участвуют, эти лидеры, при принимании решения, как лучше обслуживать, как лучше, ну, все, организовать. Они представители жителей, то есть жители в процессе, они жители просто, да вы там идете и отдыхаете, мы сами будем в центре все решать. То, что я считаю, вот сейчас Латвия идет на то, что, ну, да, мнение жителей не надо брать. Но можно ли сказать, что это классический конфликт с городом и деревом? Потому что получается, что именно город будет диктовать и в привилегированном положении по отношению к районам? Да, где большие городы, да, это можно сказать, то есть Лепа, Ядово, Пилс, Рызы, Рига отдельно, Юрмала тоже отдельно, но там, где маленькие города, как там, ну, Алокс, например, Мадонна, я думаю, там, может, Лимбожи, там эта проблема не так актуальна. Там все-таки есть этот равновесие, да, правильно я говорю, между городом и, ну, волостями, которые кругом, и, так что, так что, ну, я возвращаюсь, то, что я сначала говорил, есть некоторые, ну, места, где все в порядке, ну, как я называл, и некоторые места в Латвии, где, ну, так нельзя делать. И еще, если мы смотрим, культуру в Астрийской, это исторический, ну, наши... Ну, да, культура в Астрийской, да, как это было отделение Латвии, мы все забиваем одну вещь, у нас, конечно, курзами Латгаловидзами, а земгалы, но у нас и целые есть, которые сейчас, ну, поднимаются, мы все-таки стараемся сохранять эту, ну, старые, ну, традиции, то, что здесь было это место, и зачем еще им их там делить, потому что очень такой хороший, ну, пример, когда мы кто-то приезжаем, и Лукстэ, который недалеко от Долгопилса, если вы там приедете и говорите, ну, добрый день, у Латгаловидзами, тогда они говорят, нет, это не Латгаловидзами, это целые, так что неправильно говорить, и они себя чувствуют, ну, по своему... Ощущению, ощущение, идентичности, да, 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 ну, что они к целые принадлежат, и тогда и это мы можем брать, ну, как, как, тоже те места, которые, ну, так, ну, били раньше, и чтобы сохранить это исторически, ну, там тоже можно реформу делать по-другому, то есть не надо нам перерисовать... Ну, там, да, есть такое еще, что я знаю, что, потому что у меня мама из Улгст, я знаю там ситуацию получше, наверное, что и Улгстский край, он очень сильно развивается, и там очень много чего строится, и какие-то там и культурные вещи происходят, и далее, он действительно, и они боятся, что если их объединят, потому что сейчас, если я правильно помню, хотят объединять Далгавпулска города, Улгстский край и Улгстский край, в один большой Улгстский, видимо, край, я не знаю, как он будет называться, или район, и Улгстский край беспокоится, что в таком случае деньги будут оставаться вот в Далгавпилсе, а им будет перепадать меньше, чем сейчас. Ну, кстати, это довольно такое, ну, основанное... Как это? Обоснованное. Да, да, потому что, если мы смотрим, например, где центры города, сейчас кругом старый район, или Новодс, который называется, то сейчас тот, который, ну, депутаты в этом, в Новоде и председатель, он думает о всем, потому что у него очень много маленьких посолков, у него такого центра нет, это, кстати, Пуца говорит, это плохо, что центра нет, но жители говорят, очень хорошо, что этот центр нет, потому что, если бы был центр, все деньги бы кладывали в центр, а сейчас они говорят, а сейчас очень хорошо, это все депутаты, которые там, и председатель думает о всех маленьких селах, которые, он равномерно все инвестиции тоже, и все планируется, и жители, кстати, довольно довольны, и они говорят, если нас присоединить к этому центру, а что тогда, все будут думать о центре? Вот, кстати, нам пришло сейчас смс, доброе утро, я всю жизнь, Юрис нам пишет, я всю жизнь живу в Икштеле и вижу, как Икштеле изменилось после того, как отделилось от Огры, и я не хочу, чтобы деньги нашего Новода уходили в другие, но в другие власти, да, тут вот тоже мнение слушателя. И давайте мы сейчас примем телефонный звонок, наденьте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. А у меня вот вопрос к вашему гостю. Ведь реформа была задумана еще когда вы были в коалиции, ваша партия. И вот получается так, когда нас из коалиции выгнали, мы теперь включаем голову и говорим все правильно, и вот будем думать так, и будем думать про людей, а когда мы в коалиции, мы тогда пилим деньги и больше ни о чем не думаем. Вот почему у вас всегда так? Или вы засиделись все уже там в этом сайме, и народу пора уже открыть глаза и менять вас всех? Ну, такой, да, резкий вопрос. Спасибо за вопрос, да, но действительно, была ли у вас возможность повлиять на эту реформу? Нет, ну, первое, я все-таки хочу сказать, что когда было правительство зеленых и крестьян, мы никакую реформу не двигали. То есть, и реформа никакая не планировалась. То, что было, да, Варом изучал ситуацию и просто готовил такой, как информационный, ну, информацию, да. Но реформа как-то в КВА никакая не была, и мы ничего не хотели двигать, потому что мы хотели, ну, осознать ситуацию, какая она, но то, что все насчет реформы началось, это началось после выборов. Конечно, после выборов мы сказали, ну, то, что наша позиция тоже, да, реформа должна быть. Кстати, ну, господин говорит, почему мы тормозим? Нет, мы, если мы тормозим нелогичную и для жителей неудобную и нехорошую реформу. 672-12-9399, 672-1299, телефон напрямого эфира. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Господин Краузер, два вопроса к нам. Первый. Вот в рамках этой реформы, территории вокруг нее, вот я лично не слышал ни одного аргумента о способствованию роста демографии, изменения демографии после уже реализации формы. Вот ни одного аргумента не видел. И второй вопрос. Господин Краузер, вот без каких-нибудь личных претензий и так далее, скажите, пожалуйста, не находите ли вы сейчас, вот основываясь на том, что вы в самом начале передачи сказали, непродуманная реформа, вы бы лично ее так не форсировали, вы бы ее лично анализировали заранее, не находите ли вы некие параллели с русскоязычным населением, именно родителями, которые попали в ситуацию сейчас, реформы образования? Вот ничего личного. Спасибо. Спасибо. Это, кстати, я хотел задать вопрос, что, ну, даже просто, скорее, как комментарий, то, что мы не в первый раз сталкиваемся с тем, что реформ, правительство проводит реформу, хотя те, для кого проводится эта реформа, как будто бы против. Ну, то есть это уже не первый раз такая ситуация, да. Ну, да, конечно, насчет реформ вообще, ну, по-моему, в Латвии мы все время что-то реформируем, и, кстати, если мы смотрим на реформу образования, то я сам когда-то работал в университете, я помню, все время все это что-то реформируется, если смотреть с той стороны, тогда, в принципе, да. У нас очень много времени, у нас уже почти 30 лет, мы можем дискутировать. И, кстати, если я на счет реформы самоуправления, если так смотреть, тогда тоже, конечно. Но то, что все-таки я, ну, на любой реформу, на реформу образования, на реформу самоуправления, конечно, должны дискутировать и не так быстро там шагать вперед, все, выслушать все стороны и так далее реформовать. Я не знаю, ну, насчет образования и насчет русскоязычных, но есть одна вещь, что я вижу, что русские дети очень хорошо говорят по-латышски, я даже не различаю, кто латыш, кто русский, но латышки дети больше не говорят, в том числе и мои дочери, очень-очень плохо. Так что, ну, я не знаю, если так смотреть от стороны, ну, многолингвуального образования, то я вижу, что, ну, русские в лучших позициях, даже как латыши. Ну, есть такая тема, конечно, но просто вопрос был в том, чтобы сохранить все-таки, ну, возможность изучать родную, там, литературу, родные какие-то, ну, вот эти вот моменты. Нет, на самом деле вопрос даже в том, что если вот как реформа самоуправления не обсуждалась самоуправлениями, так и реформа образования не обсуждалась с родителями, например. Вот такая, да. Ну, да. И нет ли в этом такой же позиции? Очень действительно есть у нас реформы, которые проходят, и они не обсуждаются, там, реформа здравоохранения, не знаю, насколько она обсуждалась с медиками и так далее. Ну, кстати, я хочу, господин, сказать, что я не специалист образования, но то, что одна вещь интересная, мои дочери шли, ну, уже, они выросли, но они шли в эстонскую школу в Латвии, где, кстати, тоже некоторые, я сам не эстонец, просто эта школа близко была, и там некоторые, ну, предметы по-эстонски выучали. Ну, это было очень хорошо для них, они все-таки выучили, ну, так что я персонально считаю, что это, ну, как... А это им не помешало выучить сам предмет? Нет, 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 ну, вот я говорю, если этот свой опыт я беру, тогда, конечно, я думаю, что, ну, там, ну, не так, что все на одном языке, если все было на эстонский, но они, наверное, там и не пошли, но вот если там параллельно две языка, это, я думаю, что это, ну, билингуальное такое образование, это хорошо, потому что, ну, почему же эту литературу или какие-то другие там предметы, ну, там надо смотреть, специалисты знают, какие на том языке, который, наверное, в другом. Так что у меня такая, ну, опыт, который на моих дочерей даже, я могу сказать, хороший, я считаю, что такая система неплохая. Ну, я сам закончил тоже Хердер Шуле, у нас было преподавание немецкой литературы и истории тоже на немецком языке. А я русский лицей, так что всем это... У нас у всех есть опыт такого обучения. Хотелось спросить, вот вернуться немножко назад, к предыдущему звонящему, когда говорили о том, что вот когда вы были в правительстве, а сейчас вы в оппозиции, скажите, насколько вообще, находясь в оппозиции, учитывая, что у нас есть коалиция все-таки в Сейме, насколько, будучи в оппозиции, вы можете влиять на принимаемый закон, вообще на происходящее в стране? Если коалиция блокируется, и, ну, там всякие ультиматы, какие-то партии, там, ну, ставить на стол и говорить, если все не будет так голосовать, мы уйдем, и, конечно, тогда, если они все блокируются, ну, если этот процесс более демократичен, и там некоторые партии голосуют по-другому, ну, я хочу вспомнить, что, ну, там в Сейме тоже, например, ну, там всякие комбинации возможны, где там Атыст и Байпар голосовали вместе с нами, и Сасканя, и там, и национальные объединения некоторые разы голосовали, как мы, и Сасканя, и так, что там меняются, там всякие эти, ну, общцы, это можно, и потому и реформа, тогда, когда она придет в Сейм, ну, там не все так думают, как, например, господин Пути, там подключатся и другие партии, я думаю, что есть какие-то элементы, ну, и самое главное, что я, ну, надеюсь, что все-таки это все, которые двигают реформу, будут вслушиваться в жителей, ну, их человек там, там, там. А вот какая, какая все-таки перспектива, как жители, ну, если эта реформа будет проводиться, как они могут выразить, ну, не знаю, какими-то мирными протестами свое отношение и заставить услышать свои голоса? То есть, как вы видите развитие? Ну, это, наверное, как любой демократическом стране, надо жителям ехать в Ригу на демонстрации, на пикеты, ну, да, это, по-моему, единственный такой сильный аргумент, от кого пугается правительство, обычно все правительства, независимостей, кто там, там, сейчас Каринч или Билли, наш премьер, ну, все-таки, ну, любой политик должен работать на благо народа, если народ приезжает в Ригу и начинает бунтоваться, значит, политик и задумается. Так что, конечно, это, я думаю, что это самый главный механизм, который может принудить, если протесты не будут, тогда все спокойно и пройдет. Ну, как раз здесь дело в цифрах, потому что, если пикетируют там 10 человек, это одно дело, если приходит там 10 тысяч человек, это все-таки... Или приезжают на тракторах. Ну, вот, ну, да, и те самоуправления, которые очень недовольны, они довольно много, ну, если мы посчитаем месте, если эти жители реально хочут, чтобы было как, они предлагают, ну, тогда там, конечно, 10 человек это мало, если приедет, там надо приехать 5 или 10 тысяч, тогда будет результат. И еще одна такая очень актуальная тема, которая сейчас связана с Сеймом и много-много обсуждается, это увеличение госфинансирования от партий... Нет, от самих партий. Да, госфинансирование партий, да, естественно, извините, которые преодолели 2-процентный барьер при выборах и так далее. Ваша позиция по этому поводу? За, против? Я полно понимаю идею, которую там есть, ну, разнеснил президент, и, кстати, президент это был первый, который все-таки сказал, надо, ну, наша партия не поддерживает такой скачок, тоже, ну, и там 8 раз больше, ну, тогда, ну, что, ну, тогда и пенсии надо 8 раз поднимать, ну, это вообще смешно, ну, или, ну, даже скучно, не смешно, правильно, надо сказать, потому что я понимаю, что в Европе других странах финансирование побольше, значит, надо какое-то, ну, делать выдаунование медленно-медленно, как и всем, но я говорю, ну, так невозможно, что там учители, вот я как раз говорил с коллегами, которые работают в университетах, то же самое в детских садах, там же очень-очень маленькие заработки, и там сделали план, как надо поднимать, и сейчас еще правительство говорит, нет, мы так много денег не дадим, и так быстро не поднимем, ну, зачем тогда, ну, это, это, ну, это издевание на избирателей, так быстро поднимать финансирование для партии, просто не зря, то, что идея правильная, да, чтобы партии были более независимы, чтобы они не были связаны, ну, с какими-то спонсорами, все, оно полностью зависимо от них, это правильно, но это неправильно, такое быстрые шаги. Ну, а как вы вообще считаете, потому что основная причина такого законопроекта, она в том, что партии, якобы, по мнению многих, зависят слишком сильно от денег спонсоров, вы считаете это проблема? Ну, конечно, потому что, например, посмотрите на цифры, которые на выборы идут, ну, все цифры надо собрать, ну, если, ну, вы должны, все члены партии, руководители партии, другие, должны идти к предпринимателям, другим жителям и говорят, ну, давайте, ну, давайте, жертвуйте деньги, и этот процесс, конечно, не очень легкий, но я, например, приду к вам, я должен вас убедить, что наша политика правильная, это очень сложно, конечно, и если, ну, что-то изменяется, мы жертвовали нашей партии, и потом получается, что все-таки политика вам не нравится, ну, вы, наверное, будете звонить и там говорить, а что, вы сказали так, а вот сейчас получается так, ну, и это все-таки какая-то зависимость, если, ну, ну, как я сказал, их модели очень разные, если, наверное, смотрим на Европу, тогда, ну, да, там один, ну, более такой путь, ну, например, Соединенные Штаты Америки там вообще суммы, там, по-моему, не лимитируются, там, там все идет на ура. Ну, и сейчас большая проблема, вот совсем недавно был такой, ну, не скандал, не скандал, но они запретили вот электронные сигареты, а обычно, потому что они вредят здоровью, а обычные сигареты не запретили, потому что они, видимо, здоровью не вредят. Ну, и все это оружие, которое там, это тоже проблема, ну, да, конечно, вот это классические, ну, как американские политики, ну. А в Латвии есть, ну, конечно, не на таком уровне, но есть ли такое в латвийской политике? Ну, 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 вы же медиа сами пишите, когда какие-то законопроекты двигаются с ними, и когда получается, ну, я сейчас, ну, не буду называть конкретные партии. Не, ну, вы назовите, шаг это. Как конкретные партии, ну, ладно, ну, я могу, я как оппозиция могу назовет новую консервативную партию, которая лоббирует, например, этот скултский ЛНГ, ЛНГ-терминал. Да, да. Ну, и, конечно, если посмотреть, один, который жертвовал деньги, был человек, который эту идею двигал, период. Они сейчас тоже очень, так сказать, поддерживают это и говорят, все правильно, мы там можем с окрасных моря там какую-то большую там платформу делать, это ничего, что природа, ничего, что там жители недовольны, но мы будем делать. Но это классический предмет, как вот одна партия, потому что спонсор заплатил, а наша сдвигает проект. Тем более, что там риск, если мы скулки смотрим, что жители говорят, но самое главное, чтобы не дали статус национального объекта, потому что тогда по-прямому просто с линейкой нарисует и трассу потянет, и не будет вообще слушаться, что жители говорят, что жители хотят. И если мы смотрим на такой стратегический объект, у него больше вообще стратегического значения нет, потому что, как вы знаете, у нас сейчас развивается соединение с Польшей, в Польше делается соединение с Норвегией, то есть мы газ можем получить от Норвегии, мы можем с Россией, у нас проблемы нет, зачем нам вообще, и Клайпеда есть тоже терминал, мы можем оттуда, который не очень, ну, он вообще, ну, не нос логовец, да. И там этот проект не какой-то стратегический, это просто проект каких-то бизнесменов, которые дали деньги для новой консервативной партии. У нас, ну, сорвался звонок, 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, да, звоните. По WhatsApp, у 230-6191, ну, вот был звонок, к сожалению, не дождался человек. А союз зеленых и крестьян, насколько вы зависите от спонсорских денег каких-то? У нас, как вы видели, если вы поанализовали деньги, которые мы перед выборами получили, у нас очень много, которые жертвует, то есть у нас предприниматели, жители, ну, очень большой этот, так что если говорить, что мы зависим от каких-то несколько, это неправда. И если посмотреть на наши действенности, тоже там некоторые говорят, вы там поддерживаете самоуправление. Ну, да, ну, они, у нас очень много руководителей самоуправления, которые, и предприниматели, которые там живут, но это не так, что мы вот одного или двух каких-то там спонсоров. У нас есть самоуправление, так что... Господин Каруза, а ведь вы возглавили союз зеленых христиан вот в этом году, насколько, ну, вот, что вы видите в своей задаче, вот именно нового привнести в деятельность? Может быть, вы уже что-то привнесли новое. Да, что изменилось по сравнению с прежними временами? Да, конечно, если сперва мы должны начинать с своим хозяйством, который дом, и то, что я сейчас делаю, мы пересматриваем, как лучше организовать нашу внутреннюю работу партии, потому что, если у нас хорошо организована внутренняя работа партии, тогда мы можем публично лучше стартировать. Это, в принципе, сейчас уже почти полгода, да, это то, что я делаю. Мы работаем на изменения нашего устава в некоторых пунктах, чтобы он был более эффективен, чтобы побольше слушаться в членах партии, потому что та же самая проблема, которая, ну, по-моему, это для всех партий и для всех политиков, когда чем вы выше идете, получаете там правительство, премьера, вы забываете, кто вас выдвинул. Забывайте избирателей, забывайте своих членов партии, и то, что, ну, я считаю, мы все-таки должны слушаться в членах партии. То есть, если старый, ну, такой предмет, старое коммунистическое время, там, выбрали председателя партии, отдали цветов, и, ну, все, хорошо, иди домой, работай, да. А, например, если мы смотрим на западные страны, там вот даже конгрессы партии по-другому организованы. Сперва выбирает председателя, потом все члены сидят в зале, каждый идет и дебатирует, и говорит, что он должен делать. Ну, то есть, это идея сама, что, и вот, ну, да, мы сейчас работаем на наши внутренние, ну, ну, дела. Да. Ну, вам говорят, вот, что нужно делать, ваши члены партии, там, куда-то, какие-то пожелания, куда должна идти партия, чьи интересы защищать? Да, ну, конечно, мы партия, которая защищает наших местных предпринимателей, которые Латвии, мы считаем, что это самое главное, что жители и местные предприниматели, потому что, если местные предприниматели, то это будет рабочее место для наших жителей. Мы не те партии, которые смотрим на какие-то быстрые там проекты, где-то с западом, с востоком, чтобы только деньги покрутить, надо же пользу для наших жителей, чтобы они неужели. И вот у нас есть звонок, пожалуйста. Доброе утро, здравствуйте. Да, доброе утро. Я хотел спросить, как, скажем, партия смотрит за добропрядачность своих членов партии, в том числе, которые занимают государственные, ну, как гослужащие, вот, если какая-то, вы исключали кого-то из партии? Спасибо, интересно, миссия по этике какая-то своя, там, внутренняя госполиция внутри партии. Да, у нас есть годы ТС, как правильно. Ну, да, существенно. Ну, обычно, ну, на первом случае, если где, когда мы выключили, или мы сказали, что члены должны сам уйти, они ушли, ну, помним, первое это был наш европарламентский депутат Григула, который мы не согласились, и она, мы сказали, что она должна покинуть партию, она сама ушла. То есть, если мы смотрим, в нашей партии было два года назад господин Эгим, который мы выключили из партии, ну, и посмотрите, что сейчас случилось, так что мы, наверное, уже чувствовали, что, ну, с такими людьми мы работать партией не можем, то есть, и, конечно, у нас очень важно, чтобы, ну, если сплетни, то есть, тогда кто-то должен доказать, бороться за свою правду, если член партии говорят, что он чистый, он немножко представляет свою активную деятельность в политике, потом все-таки все получается хорошо, тогда все хорошо, но в случае, когда, да, какие-то, ну, как, ну, приемы, ну, так-так-так, конец, все-таки такие члены должны быть партии. У нас какое-то время назад в эфире была сопредседатель партии прогрессивной Антонина Нинашева. Вот сейчас у нас еще просто звонки, у нас очень просто мало времени. Да, давай, с премьезонок. Да, возможность высказаться. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Я считал, что он вообще не должен быть мером, и знаете мою позицию, но он не член союза... Крестьян. Крестьян. Нет, да, нет, он член Зеленой партии, но когда это все началось, это с кокаином и все остальные проблемы, тогда он приостановил свою действенность в Зеленой партии. Ну, я тогда, когда он приостановил, считал, что он вообще должен из поста мера уйти. А, петь, напомните, когда он приостановил, когда вот эта история случилась, вы уже были председателем Союза Зеленых и Крестьян? Да, тогда я был председателем. А у вас есть влияние на вот зеленую часть вашего объединения? Вы могли сказать, его надо выгнать? Ну, если вы смотрите на нас... Нет, он от Зеленой партии, он остановил свою действенность, и он там не член, да? Ну, да. Ну, да, так что, ну, если смотреть на нас, возможность, так сказать, в таких случаях, сказать, ты должен уйти из поста, это уже мы не можем делать, потому что у нас такие инструменты нет. Мы можем публично сказать, мы можем публично осудить кого-то, но сказать, что у нас снять, это, кстати, ну, это самоуправление, как мне надо, о том, что мы разговор начали сами жители, решают, и потом... Не, мы не с поста мэра, а именно вот из... Ну, вот очень быстро, а что... Да, тут есть, пришла очень интересный вопрос на СМС, реформа касается всех жителей, вот говорит нам Андрей. Может быть, стоило бы узнать их мнение через референдум? Ну, то есть, вот, например, вот этот проект реформы... Да, инициировать референдум, можете ли вы так сделать? И вообще, понравится ли вам этот метод? Да, я думаю, это можно, но это тогда очень... Если это референдум всей Латвии, очень важно, что мы спрашиваем. И, как я говорил, все-таки эти ситуации очень разные. Есть в области, ну, бывшие районы, где они считают, что все в порядке. Ну, да. Да, так что, ну, а тогда надо было организовать какие-то локальные референдумы наше законодательство. Ну, кстати, ну, ты можешь делать опросы жителей и так далее, но юридически это не референдум локальный. Я думаю, если мы насчет государства, тогда, когда эта реформа будет сделана, некоторые, ну, тогда можно идти на референдум, но самый главный вопрос, что мы будем спрашивать, и что, вообще все плохо. Ну, не все плохо, но... То есть, как идея сама по себе вот эту реформу вы задали? Я... Референдум... Потому и я... У меня нет ответа, потому что я считаю, что сейчас, в принципе, мы не можем задать такой вопрос, чтобы он относился к всем жителям всех властей самоуправления. Ну, например, вопрос, согласны ли вы с такой реформой именно в контексте вашего самоуправления? Это хорошо, да, такой мы вопрос будем, но зачем тогда должен, например, житель, не знаю, Елговый решать самоуправление около Валмия? Нет, житель Елговый, вот, например, вы видите, что все жители Елговой им нравятся, а всем жителям Далгов полосы не нравятся, и тогда это позволит определить, какую часть реформы стоит менять, какую часть реформы можно оставить. Ну, знаете, идея должна остаться, но все-таки тогда вы должны здесь какого-то юриста позвать, который юридически все это... Я извиняюсь, но это уже детали, которые что можно, что не можно, но депутаты каждой в своей отрасли специализируются, я в сельском хозяйстве, я знаю самоуправление, но все-таки я не юрист. Наверное, уже буквально последний вопрос, все-таки ждать трактор... Нет, я его хотел задать сам, ждать ли тракторов на улицах, когда это может... Насколько, ну, действительно ситуация, это может обостриться, все-таки подводя вот черту, с чего мы начали разговор. Да, я думаю, что если насчет тракторов, как раз сейчас начинается это хорошее время, когда у христиан есть свободное время, и тракторы свободные, так что с этого... Почти все еще землю пахают, но уже все идет, так сказать, закончим пахать землю, можем поехать... Поехали в Регу. На этой задорной ноте мы закончим наш первый час. У нас в гостях был глава Союза Зеленых и Кристиан Арманд Крауду, спасибо вам большое. Спасибо вам.